Всем привет! Меня зовут Ольга Елисеева. Я работаю в системном интеграторе. Сама в IT я уже более 15 лет. Работаю я в инфосистемах Jet, на самом деле в Центре информационной безопасности. То есть мы помогаем нашим клиентам бороться на равных с киберпреступниками. Мы им делаем аудит, консалтинг, внедрение и сопровождение системы информационной безопасности. Я думаю, что все последние инциденты на слуху, их очень много. В руководящей позиции я уже последние 8 лет. Начинала я свой путь из команды с 9 человек. И сейчас возглавляю техническую дирекцию, в которой как раз более 200 технических специалистов. И, соответственно, у меня в департаменте есть и руководители отделов, и руководители групп. И поэтому тему менеджмента я люблю, часто с ней выступаю. И сегодня я хочу поговорить о том, а как же оценивать свою успешность в роли именно руководителя, в роли темлида. И какой меня кейс сподвигнул раскрыть эту тему. Мы закрывали испытательный срок одному из руководителей. Испытательный срок был порядка 6 месяцев. И с HR мы вместе с ним обсуждаем, как задачи были выполнены, что получилось хорошо, что не очень, что нравилось, что нет. И в какой-то момент я просто его спросила, а как ты оцениваешь, справился ли ты с ролью руководителя. Потому что он был тем волчарой, как сказала Настя, тем самым экспертом, который в какой-то момент предложил, а не возглавишь ли ты группу. И ответа в глазах у человека там не было. То есть была какая-то пауза. Я понимаю, что человек сам себе не задавал этот вопрос. Единственное, что он ответил, ну люди же от меня не разбежались за время моего испытательного срока. Наверное, я и неплохо справляюсь с новой ролью. И тогда я вот задала себе вопрос, а нужно ли оценивать себя в роли руководителя? И если нужно, то как? Потому что чаще всего Team Leadom делают того самого лучшего человека в команде, того самого сильного эксперта, сеньора. И когда он выполняет свою функцию, у него обычно есть линейка, которую он себя меряет. То есть это развитие новых компетенций, развитие новых навыков, новых технологий. Какой-то проект классный затащил, обратная связь от команды, от руководителя, от клиента. Ну в общем он знает, как себя померить. А когда тот же эксперт становится Team Leadom, у него что появляется? У него появляется операционка, у него начинают люди болеть, уходить, выгорать, сроки начинают дедлайны подгорать, он не знает, что с этим делать. То есть добавляется операционка, у руководителя сверху уже есть ожидания от него в новой роли, ему уже платят зарплату за другие функции, за другие задачи. Обычно на старте действительно обещают помогать, но, к сожалению, программы адаптации для Team Leadom, для начинающих руководителей в компании не так много. И получается он такой фрустрирован. Прошлая линейка ему уже не помогает, а новая у него еще нет. И часто у людей возникает вопрос, особенно в испытательном сроке, справляюсь ли я, туда ли я пошел, сделал ли я правильный выбор, а может мне не поздно пока вернуться. И вот на самом деле мой опыт показывает, что даже если эксперимент, как Настя говорила, закончился неуспешно, в моем опыте редко кто, если готов принять и сделать шаг назад, остается внутри компании. То есть есть какое-то чувство собственного достоинства, еще что-то, что люди предпочитают тогда уходить из компании, как бы лояльны они не были. И весь вот этот вот фрустрация, которая в новой роли, и подвигает людей, начинающих Team Leadom делать определенные ошибки. Их много, они, я думаю, что многие вы узнаете, но я выбрала пять, которые, как мне кажется, самые основные. И если особенно вы находитесь сейчас на этой ступени, что вот вы только начали быть Team Leadom, руководителем, вот можно попробовать послушать эти ошибки и попробовать их избежать. Первое — это пытаться остаться самым умным внутри команды, потому что, скорее всего, все-таки сделали того человека-эксперта, тот, кто самый был умный, и его предложили, они возглавивали теперь команду. И нужно принять, особенно если вы будете дальше расти, что самым умным, с точки зрения технических, я бы скажу, наверное, невозможно остаться. Особенно, например, в моем опыте я переходила и становилась руководителем не в той команде, в которой росла, а в соседней. То есть я пришла в совершенно новую команду с другими функциями, и, ну, то есть я была где-то в каких-то вопросах экспертнее, но с точки зрения процессов, функций, ну, я не была. И если бы я пыталась стать прям самым умным человеком, то я бы, наверное, заняло у меня слишком много времени. Поэтому нужно важно в команде понимать, кто, может быть, те лидеры, может быть, те эксперты, на которых вы можете опереться и выстраивать те коммуникации, которые вам помогут выполнять функцию именно Team Lead'а и руководителя. Вторая ошибка – это, конечно же, страх делегировать. На старте все боятся потерять контроль, считают, что они быстрее сделают ту задачу и не отдают ее другим. Хотя интересный момент, вот следующий будет докладчик Рома. Я как-то смотрела серию вебинаров на тему комплексного воспринимания системы. Они там рассматривали начинающих Team Lead'ов, HR'ов и CTO. И на самом деле, каким бы ты ни был руководителем, даже у CTO обсуждалось, что страх делегирования есть у всех. Поэтому я обычно рекомендую начинать стараться работать с этим ошибкой, с этим страхом на старте, чтобы в конце потом всю жизнь не бояться делегировать. Потому что чаще всего боимся, что действительно мы дадим задачу, получим тот результат и делаем быстрее. А к чему это приводит? Чаще всего команда начинает или деградировать, или вы находите себя вечером, когда рабочий день закончился, все конфколы закончились, и вы начинаете, наконец-таки, делать те задачи, которые от вас ждут как руководителя. Третье, как раз, которая ошибка, и чаще всего ей способствует, боясь делегировать, это быть микроменеджером. Когда начинающий руководитель начинает все контролировать, сроки, задачи, каждый день какие-то пятиминутки, и это тоже получается, и выматывает самого Team Lead'а, не дает ему развиваться, он все время в этой рутине, в этой операционке, он не может думать куда-то наперед, и это тоже обнуляет команду, потому что ее все время контролируют, она начинает демотивироваться, она начинает, может быть, даже выгорать, ей не дают какие-то сложные задачи, ей не дают достаточно свободы, и уровень компетенции в команде тоже может от этого падать. Четвертая ошибка — это отсутствие обратной связи. И здесь есть два момента. В начале, и на самом деле, и опытный руководитель, не все умеют давать обратную связь, особенно корректирующие, все ее боятся давать, потому что вы, может быть, только что были с командой, делали одни проекты, а здесь вы стали Team Lead'ом, и видите, что сотрудник не соответствует вашим ожиданиям. И некоторые боятся подойти и дать фидбэк, и скорректировать. И что у нас получается? Что сотрудник думает, что он хороший, а вы в это время копите недовольство. И чем больше он будет думать, что он хороший, вы будете копить недовольство, затем вот этот вот взрыв, который у него о самом себе, как о сотруднике, и у вас о нем, как о руководителя, он становится все больше и больше. И в конце это может привести к негативным последствиям. Он, например, в какой-то момент придет, повышение попросит, он может в какой-то момент прийти, попросить зарплату, а вы, соответственно, у вас совершенно негативное о нем впечатление, вы будете не готовы. И мне кажется, это не совсем верно. И главная задача сотрудника, руководителя — честно давать друг другу обратную связь, чтобы не было вот этого большого разрыва, и в дальнейшем, чтобы с этим не пришлось работать и усложнять самому себе жизнь. А второй момент у этой ошибки, что многие боятся на себя самого спросить обратную связь. А на самом деле такой простой вопрос, там не обязательно идти в первое время у сотрудников спросить, но у вышестоящего руководителя всегда можно с ним синхронизироваться, он вас выбирал на эту позицию, он вас звал. Соответственно, есть ожидание, что он вас будет помогать в адаптации, менторить, и всегда в любой момент времени, только в конце испытательного срока, может сказать, подойти и спросить, а дай мне, пожалуйста, обратную связь, насколько я справляюсь, насколько у нас ожидания у тебя совпадают, и где мне можно улучшиться, или что мне сделать, например, иначе. Поэтому такая ошибка, которая действительно важна на протяжении всего менеджмента. И пятая ошибка – это тушить пожар, а не системно решать проблемы. О чем это? Что чаще всего, да, если, ну, я не знаю, есть такие команды, наверное, которые работают системно, спокойно, без дедлайнов, такое, наверное, есть, но чаще всего все равно рано или поздно случаются какие-то проблемы, и нам свойственно бежить, бежать, тушить пожар и помогать, решать. А на самом деле иногда важно просто остановиться и после того, как мы потушили пожар, посмотреть, а в чем была корневая причина и что можно предпринять, чтобы в следующий раз, да, что мы лечим не симптомы, а саму болезнь, и работать уже с первой причиной, улучшать там процессы, улучшать команду. И сегодня мы с вами посмотрим на роль руководителя в объеме, через нескольких векторов. Это бизнес, команда, процессы и про свое, собственно, развитие. И это вам поможет оценить свою успешность и избежать тех ошибок, о которых мы говорили. Дальше моя презентация будет построена так, что мы каждый этот блок рассмотрим в отдельности. И в нем будут ряд вопросов для саморефлексии и набор инструментов, которые так или иначе используются в компании в поддержку, да, и которые можно использовать. Я вам предлагаю вопросы не фотографировать. В конце будет QR-код с ссылкой на документ. Его можно будет себе скопировать, найти уютное место, выбрать уютное время, взять чашечку чая, кофе. Я ли предпочитаю, например, имбирный чай. И, в общем, саморефлексировать, выделить себе, не знаю, полчаса времени. Я думаю, что этого будет достаточно. И, в общем, посмотреть. И потом интересно, что у вас получится, и можно будет в конце обсудить. Первый блок — iBusiness. И я считаю, что каким бы руководителем ни были, там, начинающим, продолжающим, там, высоким, всегда есть ожидание, что Team Lead будет понимать, за что ему платят деньги, за что существует, ну, зачем существует его команда, и какую пользу бизнесу он приносит. Поэтому здесь встает вопрос, что руководителю действительно нужно понимать цели компании, кто ее клиенты, откуда к нее приходят деньги, какая у нее стратегия. И для этого можно себе действительно задать много вопросов. Ну, вот основные, которые я сейчас разберу, это выделено там красным. Вот как моя команда влияет на бизнес, какую пользу она приносит, какой профи. Через это, через ваше собственное понимание уже легче. И обосновывать какие-то обучения, расширение штатов, когда вы этой ситуацией управляете. И в том числе понимать, да, а какие цели стоят передо мной, перед моей командой, и как мы вместе будем понимать, что мы идем в том направлении. Очень часто меня спрашивают, да, ну, про целеполагание много говорят, что там идеальная картина, вверху поставили цели, вниз они так каскадировались. Но на самом деле не во всех компаниях, далеко не во всех есть вот эти цели. И спрашивают, что же делать? И мой ответ прост. Я считаю, что если цели нет, ее можно сделать самому. Например, да, когда я в тот же начинала руководителем первый раз, да, перешла, я, у меня тоже не было каких-то целей, понимания, но в какой-то момент я пришла к своему руководителю и говорю, давай подумаем, а вот, ну, ради чего мой отдел существует, и как ты понимаешь, что вот он работает там хорошо, классно, офигенно. И там были основные критерии, в общем, они базовые. Ну, конкретно наши бизнес-модели, это качество результата и скорость выдачи результата. И потом мы внутри команды уже начали думать, а за счет чего мы можем улучшить скорость предоставляемого результата и удовлетворенность нашим результатам. И через это спланировали цели, подумали, как мы поймем, что мы к этим целям пришли, и через какой набор действий программ, то есть мы можем это сделать. И у нас получилось такое единение, да, то есть мы не ждали каких-то там от бизнеса призрачных целей, мы просто определили внутри себя. И мне кажется, любой из вас, кто уже имеет полномочия относительно своей команды, может эти цели придумать, внутри договориться, и чтобы у команды было единое понимание. Особенно в разработке эти цели иногда и действительно бизнес дают, и продукты дают. Поэтому, мне кажется, если их нет, и вы понимаете, что все-таки это важно для вашей команды и для ее единения, то их можно не ждать, а самим сделать. И какие здесь инструменты чаще всего в компаниях используются? Кто-то ставит KPI руководителям, где-то есть годовые задачи, где-то внедряют Objective and Key Results. А дальше есть специальные механики, методики каскадирования целей и регулярное напоминание через общее собрание, через общие встречи. Кто-то даже в индивидуальные планы развития дальше каскадирует цели самого бизнеса. Следующий блок «Я и команда». Здесь я вставила пресс-скрин из Телеграма от одного из руководителя, который уже был, мне кажется, уже руководителем больше года. Но в какой-то момент он выстроил такую команду, что показалось, а зачем я, в принципе, здесь нужен. В общем, команда есть, она набрана, выполняет функции. И стал вопрос, да, а где здесь мои результаты, а где результаты команды, и можно ли разделять результаты мои от команды. И действительно, у руководителя много моментов, где он может влиять на свою команду. Это и про ее качество, это и про ее масштаб, это или есть ли какая-то текучесть кадров, насколько грамотно распределены роли, да, и есть ли у людей проблемы в взаимодействии, потому что они понимают, кто за что отвечает. Здесь я люблю два вопроса. Идут ли сильные люди в мою команду, которую можно себе задать. И здесь может тоже два варианта быть ответов. Не идут, потому что я боюсь, да, потому что есть, надо уметь себе признаться, что иногда руководители боятся нанимать сильных людей себе в команду, потому что они боятся, что они не справятся с них, потому что они будут технически грамотные, а вдруг они их подсидят. И здесь надо честно себе признаться, не влияет ли ваше опасение, ваша боязнь на принять сильного человека на деградацию вашей команды. Потому что чем слабее вы будете людей нанимать, тем хуже компетенции будут внутри вашей команды. И есть второй момент. Люди сильные могут не идти, потому что вы, например, недостаточно… Ну, я считаю, что на самом деле на нашем рынке все еще рынок соискателя, и чаще всего он выбирает, а не компания. И здесь нет ничего такого, чтобы сказать, что этап найма – это продажа, это пресейл. То есть компания всячески продает себя, рассказывает о себе, демонстрирует свои возможности, которые человек может реализовать, придя к вам в команду. Да, и обычно HR рассказывают о компании, о каких-то там плюшках социальных, а руководитель, команда продает себя, продает там свои компетенции, продает свои возможности, рассказывает, что человек получит, придя к вам. И поэтому здесь можно посмотреть. Может быть, сильные люди не идут, потому что вот недостаточно вы вместе с HR на этапе найма с ними коммуницируете, и это можно тоже точно поменять. И второй вопрос. А существуют ли, например, какие-то задачи или роли, которые не закрыты? Или вы пытаетесь впихнуть в существующую команду? Например, некоторые рано или поздно задумываются о качестве своего результата. И можно QA попытаться впихнуть в существующих людей, в существующую команду. И чаще всего это может не перевести к тем результатам, которым вы хотите, а можно действительно честно себе ответить, что это дополнительная роль, и лучше мы расширим команду, наймем новых людей, отдадим весь этот им процесс, который они будут независимо контролировать, независимо проверять, и, соответственно, наша команда будет лучше, и мы получим те результаты, которые мы хотим. И здесь тоже в компаниях много инструментов используется, относительно команды. Можно отслеживать текучесть кадров, есть опросники удовлетворенности, есть инструменты по сбору обратной связи, которые можно собрать на членов своих команды, на всю свою команду, на себя в том числе. И в том числе есть совместные ретро по итогам каких-то ключевых проектов. И сейчас я несколько расскажу практик. Меня тоже часто спрашивают. Мы пытаемся запросить на сотрудников обратную связь, или не получаем ничего в ответ, или говорят, ну, он, типа, классный. Ну, вот и все. И что мне с этим делать? Это неконструктивно, потому что люди хотят видеть, а в чем они хороши, или что у них плохо получается. И здесь я для себя выработала такой подход, что нужно конкретно задавать вопрос. Например, если вы сотрудники ставили задачу нарастить какие-то технические навыки, то вы его окружение можете конкретно в разрезе этого навыка спросить. Если вы ему ставили какую-то там софт-скилловую задачу, переговоры, может быть, презентации, может быть, публичное выступление, найдите тех людей и спросите про конкретный навык, чтобы они вам дали обратную связь, заметили ли они прогресс, в чем он был, а что ему нужно улучшить. Когда есть конкретные вопросы, с конкретными пояснениями, то люди чаще всего лучше и быстрее дают обратную связь, нежели когда просто спрашивают «Дай мне обратную связь на этого человека». А второй инструмент, которым я хотела поделиться, это скриншот с доски мира. Мы ежегодно с командой руководителей внутри дирекции встречаемся, выбрасываем телефонные ноутбуки с нами, ну, в общем, всех из мессенджеров, и проводим такое ретро по итогам года, где мы, в общем, делимся впечатлениями, что мы сделали, что у нас было хорошо, что мы начали, но не закончили, что мы хотели сделать, но передумали, и что мы берем с собой в следующий год. Как это именно руководителю помогает? В таком обсуждении, в таком брендшторме вы как руководители, как тимлиды высовываете голову из операционки и действительно вспоминаете, о чем вы классного сделали, какие там процессы улучшили, как экспертизу нарастили у своей команды, как, не знаю, новых людей наняли, еще что-то сделали, и это помогает присвоить и оценить свою успешность, что год, в общем, я прожил не зря, занимался не только согласованием отпусков или еще чего-то, но и попутно делал что-то. Или понять, что, к сожалению, год был не таким, как вы хотели. Поэтому смело рекомендую этот инструмент. Третий блок — «Я и процессы». Не все, к сожалению, любят процессы, и некоторые негативно, вот этими процессами заниматься, что-то описывать, потом обновлять. Но на самом деле я считаю, что надо понимать, что когда вы только управляете небольшой командой, то здесь возможно ручное управление. То есть у вас небольшая команда, там до восьми человек, и вы каждому можете что-то рассказать, что-то показать, научить, проконтролировать. Но чем больше становится ваша команда, вы все равно упретесь в то, что вам нужно выстраивать процессы, выстраивать те рельсы, по которым команда будет ваша ехать. И здесь тоже важно уделять внимание и оценивать себя как руководителя, насколько вы управляете этими процессами, насколько вы анализируете эффективность этих процессов, насколько вы понимаете, где у вас узкое горлышко. И здесь достаточно даже иногда просто общаться с сотрудниками. Если у них что-то болит на уровне процессов, я думаю, они об этом кричат, они об этом говорят, и они ждут, что вы как руководитель пойдете почините или самостоятельно, или с кем-то из сотрудников, или там всей командой. Поэтому здесь действительно очень важно уделять внимание процессам. Для этого существует тоже много инструментов, много докладов на эту тему, как процесс рисовать, какие метрики эффективности использовать. У нас просто есть еще внутренние проекты, когда мы собираем внедрять какие-то изменения, мы это запускаем как проект с лидером, с командой, с периодическим статусом, и смотрим, какие мы проекты внедрили, какие не внедрили, и через это можно тоже понять, чем мы занимались как руководители весь период. И я на самом деле не очень заморачиваюсь с картой процессов. Мне кажется, для начала просто можно в столбик их выписать. Я специально просто перечислила те, которые относятся ими к менеджменту, и оценить по системе светофор. Желтый, зеленый, красный. Зеленый — это то, что по вашему мнению, по вашему мнению команды хорошо работает, не надо трогать. Желтый — ну, есть вопросики, но терпимо, а красный — это то, о чем или вы понимаете, что у вас с этим проблемы по каким-то последствиям, или команда на это жалуется, и тогда действительно можно спланировать, а как мы эти процессы улучшим. И четвертый блок — это вы, ваше собственное развитие, потому что я считаю, что если вы выбрали вот этот путь менеджмента, а я на самом деле считаю, что когда вы выбираете развиваться в теме лидов, руководителя, это не ступенька на той же лестнице, на карьерной, это совершенно соседняя лестница, на которой был совершен прыжок. И здесь нужно осознанно понимать, что это другие навыки, новые компетенции, которые, если вы выбираете, значит, надо их развивать. И на самом деле сюда, как в этот блок вашего собственного развития, может быть даже и технические компетенции, если вы считаете, что недостаточно для вашей команды, и вам нужно что-то подтянуть с точки зрения техники, архитектуры, технологий, здесь тоже может быть. Поэтому важно периодически задумываться, в чем мои точки роста, каких компетенций мне не хватает, как я их могу получить, и не забывать, что вам важно тоже отдыхать, потому что от того, насколько вы полны условной энергии и горите каким-то результатом, от того зависит, насколько вы тоже будете успешны руководителем внутри своей команды. В компаниях тоже очень много инструментов, которые можно использовать. Обратная связь. И не обязательно ждать, что этот процесс должен быть внедрён в компанию, можно просто дойти до нужных вам людей, чьё мнение вам важно, и запросить на себя обратную связь, или попросить и чара собрать на вас обратную связь. Есть оценка собственных компетенций, планы развития, и есть, например, такой инструмент, как дневник достижений. Знаком кому-то? Это Женин. Инструмент. Это он поднял руку. Да, дневник достижений — это когда вы фиксируете иногда в электронном виде, в бумажном виде как раз свои успехи, как руководителя, в других ролях, к которым вы можете всегда вернуться и посмотреть, в чём же я был хорош. И здесь какие мы у себя внутри используем инструменты. У нас внутри компании внедрена Performance Review процедура. Я думаю, она вам всем знакома. И она уже достаточно давно для сотрудников распространена. А несколько лет назад мы задумались, а чем мы хуже, чем сотрудники, почему они проходят Performance Review, заполняют квалификационные требования, а мы нет. И минуточку внимания. Это не HR, не отдел обучения. Это мы просто собрались внутри департамента руководителями, взяли за основу Трудмап Темлида, который достаточно, я думаю, многим здесь известный, и посмотрели, какие навыки управленческие или личные, как руководителям нам важны. И составили список. И теперь периодически раз в полгода собирается руководитель группы отдела или отдела департамента и делает самооценку. И его вышестоящий руководитель тоже даёт ему обратную связь, насколько он согласен с его оценкой, насколько нет. И дальше можно из этого тоже в себе сформировать какой-то план развития. И интересную таблицу мы сделали так, чтобы она была универсальная от начинающих до middle-менеджмента и чуть выше, потому что есть навыки, личный бренд. Но он явно не всем нужен. Но в какой-то момент, рано или поздно, тем лиды хотят и жаждут развивать свой личный бренд. И тогда мы его выбираем в индивидуальный план развития и предлагаем, как компания может помочь развивать. Поэтому тоже можно такой инструмент себе забрать в копилку. Второй инструмент, он появился интересным. Мы на самом деле до ковида не были распределённой компанией, основанной у нас была Москва, Питер и Екатеринбург. Но когда пришёл ковид, в общем, конечно же, мы все разъехались по своим местам на удалёнку. И когда мы возвращались, устал вопрос, что всё вроде закончилось, возвращаемся. Один из руководителей хотел остаться у себя в городе. И пришёл к нам, а могу ли я, вот команда в основном моя в Москве, могу ли я остаться у себя в городе? И мы, ну, завязался диалог, и мы спросили, а как мы и как лично ты поймёшь, что вот твоё отсутствие на удалёнке не повлияет на качество команды, потому что ты сидишь в Москве, ну, она сидит в Москве, здесь есть другие руководители, есть вышестоящие руководители, иногда просишь вот с другими порешать вопросами, чем там тебе писать по мессенджерам и ждать от тебя ответа. И он сам, в общем, придумал опросник удовлетворённости взаимодействия с руководителем. Ну, здесь первые три вопроса, их на самом деле больше. И мы запустили на его группе, и сейчас уже несколько лет, наверное, года два, мы тоже раз в полгода запускаем по всем сотрудникам такой опрос, насколько вы удовлетворены взаимодействием, насколько вам хватает вашего руководителя, как быстро он отвечает. Если видим, что есть какие-то, ну, аномалии, да, то дальше уже смотрим, как мы это можем исправить. Поэтому такой достаточно полезный инструмент тоже можно взять в работу, если для вас он релевантен. Вот это QR-код на файл, который можно себе скачать, и там как раз будут вот эти все вопросы, которые можно ответить себе. И он вам в конце сбоку, когда только вы заполните, он вам построит такую диаграмму. И по четырем векторам, по десятибальной шкале вы увидите вот примерно, как выглядит ваша самооценка. И здесь пример. Мы его заполняли на самом деле с техледом, потому что из банка. И почему техлед? Потому что у них в банке было так устроено, что на техледах тоже возглавлялись функции people-менеджмента. И мы решили просто провести эксперимент и попробовать заполнить и посмотреть, что получится. И поскольку это банк, то цели спускаются от бизнеса, есть продуктовые цели, поэтому здесь выше среднего оценка была. Банк, да, у него много, что выстроено в процессах, но, к сожалению, менять, если ты просто руководитель или техлед в какой-то группе тяжело. Но мы, например, обсудили, что, по мнению техледа, было важно получать команде обратную связь. И потом мы пришли к выводу, ну не надо на весь банк запускать процедуру обратной связи, ты ее получишь лет через несколько. Это можно сделать вручную, под ручными инструментами, или даже вручную собрать, если действительно команде это важно. Мало здесь внимания развитию руководителя было, мало уделяли внимания адаптации, тренингов не было, поэтому низкие оценки, но зато вот в развитие команды, там, в мотивацию, работ с людьми много вкладывают. И дальше мы сделали такой вектор, посмотрели и спланировали, что можно менять, а что можно принять, и ничего с этим не делать. Поэтому, если у вас возникло желание, да, сделать какую-то самооценку, то, возможно, использовать этот инструмент. Единственное, да, тоже задают вопрос, но это же самооценка, да, это просто как ты видишь этот мир, а другие люди могут его по-другому. И я считаю, если у вас, ну, достаточно доверительные отношения с руководителем, или у вас есть какая-то программа менторства внутри компании, где вы можете к соседнему руководителю сходить с вот этим материалом, там, или адаптировать, то вы всегда можете действительно собрать обратную связь и сверить, насколько, как вы видите, да, ситуацию, и как видят окружающие, и сверить, и найти, попробовать эти разрывы, и они тоже будут полезны. И завершить свою презентацию я хотела, да, тем, что, ну, я чаще-то в своем сегодняшнем выступлении говорила, там, тем лид, начинающий руководитель, но вот моя техдирекция, и я стала руководителем техдирекции с нового года, да, то есть относительно недавно. И первое, что я сделала, да, то есть я пошла к своему руководителю и спросила, для чего, давай подумаем вместе и определим, для чего мы ее создаем, и как мы поймем, что она, в общем, успешна, да, то есть это из блока бизнеса, я взяла те вопросы про целеполагание, и чтобы мы вместе зафиксировали, и потом через какой-то промежуток времени посмотрели, туда ли мы пришли. Дальше я составила себе, подумала, да, какие мне теперь компетенции нужны в соответствии с новыми функциями, и что мне нужно нарастить. И вот из блока про собственное развитие я, в общем, составила себе какой-то план. А в какой-то момент, месяц, наверное, один, два, когда ты входишь в новую роль, да, это много действительно адаптации, понимания функций, ролей, и ты бежишь, 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 и в какой-то момент ты стоишь и думаешь, блин, а куда ты бежишь, и что ты классного сделал, потому что у тебя там куча встреч, ничего нет. Тогда я как раз вспомнила рекомендацию Жени, который сказал дневник достижений. И я села в какой-то момент вечером, какой-то выходной, или в пятницу создала себе дневник достижений, присвоила, да, что я классного сделала за этот период, и теперь я его пополняю, если больше у меня моментов не было, но периодически заглядываю, чтобы не было очередной какой-то фрустрации. Поэтому я рекомендую анализировать, да, делать самостоятельное ретро, и вспоминать. На этом у меня все. Я тоже приглашаю вас в свой телеграм-канал, в котором я делюсь своим опытом, своими презентациями, выступлениями, как раз для руководителей. Спасибо большое. Спасибо большое. Замечательный доклад. У аудитории было масса вопросов, и причем вообще было ощущение, что ее немножко прорвало, и многие люди, вопросы такие, которые я читал как-то с ужасом, потому что, ну, сейчас… Ты меня пугаешь. Да, начнем с как бы более добрых и оптимистичных. Мне очень понравился вопрос, а как, собственно говоря, следить за объективностью самооценки? Когда сам себя оцениваешь, можно себя переоценить, можно наоборот, это сильно зависит от темперамента, от синдрома Даннинга-Крюгера, вообще самому себе не врать. Это как бы некоторое искусство. Как оценить объективность оценки? Как научиться оценивать себя объективно? Ну, я вернусь к тем, чем я закончила. То есть если у вас или доверительное отношение с руководителем, или с коллегами, или у вас есть возможность обратиться к ментору, то всегда можно с ним сверить. Я за то, чтобы брать обратную связь. Лично у меня, честно скажу, это страх улететь куда-то в фантазию, потому что чем выше ты улетишь в свою объективность, и потом тяжелее падать. Поэтому я за то, чтобы синхронизироваться как можно чаще с окружением и сверять свою картину мира с другими. Это только запрос обратной связи. Другого чуда я не знаю. Ну, то есть ответ просто как бы нужно иметь хорошего, опытного человека, которому ты доверяешь, по сути. Да, или несколько коллег. Есть такие случаи, когда действительно в какой-то момент HR-ов, например, просят собери, пожалуйста, на меня объективную обратную связь. Они уходят с вопросами, возвращаются, и ты можешь там почитать. Если не готов, открыто спросить. Замечательно, что ты про это говоришь, потому что про это тоже были вопросы. Прямо удивительно, что те вопросы, которые я для себя отметил, как интересные, за которые аудитория голосовала, прям то, про что ты начинаешь говорить. Следующий вопрос, собственно говоря, а как получить честный фидбэк от другого человека? Там интересовало людей сверху, но, мне кажется, снизу тоже. Очень часто люди как бы обтекаемо говорят, что-то не хотят напрямую говорить. Что нужно сделать, чтобы человек тебе на самом деле честно сказал, что он про тебя думает? Это хороший вопрос, потому что это все про уровень доверия. То есть если он есть в команде, то тебе и люди не будут бояться, что если они тебе дадут обратную связь, что не будет каких-то негативных последствий, поэтому это большая работа внутри команды, руководителям вот это вот доверие внедрять. И, например, я как, у меня есть несколько вопросов, я, например, могу на каких-то ван-ту-ванах часто спросить, где тебя меня не хватает, или где я не дорабатываю как руководитель, потому что мы часто там в суете, ну и в каких-то задачах бежим, конв-коллах, и тем же самым экспертам все меньше и меньше уделяем внимания. И можно просто спросить, скажи мне, где тебя, у меня не хватает, где мне надо усилиться. Если вы готовы к честному ответу, то можно задать такой вопрос. Если нет, можно лучше не задавать, потому что, скорее всего, он вам что-то скажет, открыто. У него могут быть какие-то недовольства, и вам дальше нужно с этим что-то сделать. Потому что если вы запросили обратную связь, что-то у него болит, он на что-то пожаловался, вы это приняли, записали, ушли, и через несколько месяцев вернулись, опять спросили, что болит не сделав с предыдущим, то больше вам ничего честно не расскажут. Это классный прием, если я его правильно понял, он очень красивый, такой по-своему математический, что не нужно спрашивать, где у меня хорошо, а где плохо у человека, который скажет, что все хорошо, а нужно спросить, что из этого хуже всего. Да, можно так. Классно, классно. Следующий вопрос как раз про то, чтобы обратиться к HR и так далее. Люди спрашивают вообще, насколько можно доверять и насколько можно опираться на стандартные показатели вовлеченности команды, индекс счастья и так далее, которые измеряются просто, во многих компаниях просто измеряются регулярно по инициативе HR отдела. Ну вот такие стандартные инструменты. Тоже хороший вопрос. Я понимаю, что компании бывают разные, культуры бывают разные. И мы все, как и руководители, инженеры, проектировщики, и HR бывают разные. Но мне кажется, здесь я за то, что надо понимать, что вам, как руководителю, важно. И у меня тоже был один из моих первых докладов на Телемин-Конфе, который назывался «HR – лучший друг темлида». Потому что я считаю, что руководителю важно понимать, что он хочет, и использовать HR для внедрения своих каких-то процедур. Потому что если HR насильно что-то внедряет, а руководитель этого не хочет, не поддержит, и это ему не нужно, то, скорее всего, это закончится каким-то саботажем и тем результатом, который вы не хотите. Поэтому я за то, чтобы HR и Team Lead, руководитель, работал в паре, понимали, какие у него проблемы с командой, он приходил к HR и «Расскажи мне, какие». Потому что у них есть какие-то методики, какие-то практики, инструменты. Это их компетенции. И можно их спросить, вот у меня такая проблема, я чувствую там мотивацию или вовлеченность. Вот что ты мне посоветуешь сделать? И дальше он тебе, наверное, что-то накидает. Если ваш HR не может этого сделать, вы ему не доверяете, можно также сходить на платформу GetMentor, посмотреть там HR, например, и с кем-то независимым. Посмотрите, как делают другие. И себе выбрать и сделать в рамках своего небольшого кусочка. И здесь, конечно, ответы все на доверие. Тоже, если есть доверие, хорошо будет отвечать. Мы у себя адаптированы вопрос Гэллопа, я не знаю, сколько лет использую. Не знаю, 3-5, не знаю. И там действительно видны какие-то всплески. И мы их не скрываем. Мы как только сделали отчет, мы просто их на всех отправляем. И когда у нас есть ежегодное собрание, мы видим, вот тут у нас уменьшилось, вот тут у нас улучшилось. Вот здесь у нас такие гипотезы, почему это ухудшилось и что мы, например, в следующем году планируем сделать, чтобы это изменить. И дальше надо что-то делать. Ну что, я обещал фильм ужасов, да, давай, как обещал, давай, разминочный. Вопрос. Что делать, если пожары не останавливаются, все постоянно в огне, времени нет даже составить бэклог, не то, что внести в него тех долг, из-за которых горим. Что делать? Я понимаю, что это не вопрос, а вопля помощи, мне кажется, да. Нет, я на самом деле... Но вдруг у тебя есть ответ. У меня есть ответ. Нет, на самом деле, я готовлю доклад, который будет в конце ноября, и он так называется, как сделать команду пожаробезопасной, как перестать тушить пожары и принимать системные решения. Эта тема для доклада, как Настя ссылается к прошлому докладу, я сошлюсь к будущему. Поэтому здесь нужно понимать первую причину. Проблема в ресурсах. Может, вы все делаете, потому что некому отдать. Вопрос, не знаю, с делегированием, с отсутствием времени. Но мой посыл в том, что если вы в пожаре, если что-то не сделать и не разорвать эту цепочку, вы так и будете в пожаре. Для этого я рекомендую, если у вас нет времени, выделить на это выходные и подумать и поискать, а в чем же причины того, что вот это вот у меня все время пожар, можно самостоятельно сделать, можно потом привлечь команду и дальше составить план, а как вы из этого пожара будете выходить и системно решать проблемы. Другого инструмента нет, просто в своем докладе я поэтапно разберу, как это можно делать, какие инструменты есть на каждом этапе. Супер. Ну что, но это был не самый страшный вопрос. Как бы ужас нарастает. Вопрос. А что, если мои руководители не могут ответить на вопрос, какую пользу команда приносит бизнесу? Чувствуешь, да, глубины, в которых находится некто здесь посуществующий? Нет, ну я понимаю, что, я же говорила, что цели не у всех есть, у некоторых есть цели, а давайте сделаем плюс 20% к прошлому году, а как вы это сделаете, это уже проблемы другие. Поэтому, ну, мой рецепт самому себе ответить, каким я хочу команду видеть, понять, какие у нее функции есть, какие ожидания у коллег, можно спросить, да, от тех подразделений, с которых вы взаимодействуете. Какой я свою команду хочу видеть, какие качества, какое количество, какой функционал, еще что-то. И самому сформулировать, и желательно привлечь команду, чтобы вы вместе это погенерили, отбросили какие-то фантазии, которые точно не нужны, оставили суть, мякоть, и дальше на протяжении всего периода это выполняли. Ну что, самый хардкорный ужас, да? Давай. Крепись. Как действовать, если цели, спускаемые руководителем, отражают его личные интересы, а не цели компании? Хороший вопрос. Пэма, да, тяжелая тишина в зале, все прочувствовали, да? Тут всегда, знаете, мне нравится ответ, всегда есть три выхода, Шереметьев, Адедова и Внукова. Можно сменить команду, сменить руководителя, можно, ну, зависит от ситуации, да, я знаю просто несколько случаев, когда даже, может быть, не совсем конструктивные отношения были с руководителем, но человеку важно было в команду остаться. Он все-таки, набравшись смелости, через голову ходил выше и там синхронизировался с какими целями. Ну, здесь важно понять, потому что, когда вы руководитель, здесь действительно вы, сверху у вас есть коммуникация, сбоку есть коммуникация и внизу у вас есть коммуникация, она нужно выстраивать по-разному. И если все-таки вам важно сохранить, то можно попробовать встать на место, поставить себя человека, подумать, что им руководит. Ну, да, почему он так ставит, а может быть, набраться где-то смелости и конструктивно сказать, нет, я с этим не согласен и отстоять свои какие-то цели, найти какой-то компромисс. В общем, здесь много вариантов, волшебной таблетки, к сожалению, нет. Ну что, как-то по законам триллеров, да, сейчас поговорили про всякий хуй, про всякие ужасы, все в огне, вокруг злодея и так далее, должен появиться герой. Появляется герой. Вопрос. Нередко тимлид приходит или приглашен как кризис-менеджер, и даже не всегда явно. Как такому тимлиду оценивать себя со стороны и в какой момент, по каким метрикам или каким способам он должен сказать, что все, я завершил кризис-менеджером, и дальше начинается уже обычная жизнь. Какие-то и оценки, значит, должны быть другие. В общем, как-то в какой момент герою можно уже снять плащ? Хороший вопрос, потому что сейчас я в роли кризис-менеджера в одном из департаментов. Я считаю, что чаще всего кризис-менеджеру приходят, когда как раз пожары. И вот, наверное, когда приняты, ну, потушен пожар, приняты системные решения, и есть какие-то улучшения, и вы видите динамику, да, что если вы выйдете, то есть люди, которые поддерживают, да, то есть они уже, ну, у вас какой-то набор, скорее всего, инициатив, активность есть по улучшению, вы стабилизировали обстановку, люди уже достаточно самостоятельны, да, чтобы без вас обойтись, тогда нужно действительно вовремя выйти, чтобы команда дальше могла проявлять самостоятельность без вас, а вы и дальше, если вы особенно кайфуете от антикризисного менеджмента, шли в следующую команду спасать. И есть, на самом деле, такие руководители, которые действительно в компаниях используются как антикризисные менеджменты, где горит, они туда пришли, приняли какие-то меры, поставили на рельсы системные решения, пошли дальше. Все время до конца, нянь, конца с командой не надо, надо ей дать свободу, автономность, чтобы она дальше могла существовать без вас. Супер. Давай теперь как-то интересный вопрос, мне показалось, он уже возник, мне кажется, в процессе, когда ты уже отвечал на другие, но мне понравилось очень. Вот как подчиненные будут воспринимать вопрос, где я недорабатываю, авторитет руководителя от такого вопроса не падает? У меня не падает. Нет, я же еще раз говорю. А почему? Ну, я еще раз повторю, все зависит от конкретного контента, контекста, от конкретной компании, от вашего стиля менеджмента. То есть вначале, наверное, я не находила смелости за такие вопросы. А когда я уверена в своей команде, в коммуникации с людьми, в то, что я могу их открыто спросить и дальше они мне нож в спину не воткнут, то для меня это вполне нормально, задать такой вопрос и получить ответ. Я знаю, где... Если вы уверены, где и понимаете, где ваши... Руководитель это что? В том числе по дизису это власть, влияние и полномочия. Если вы понимаете, где ваша власть, где ваши полномочия, где вы влияете, то одним вопросом, где я недорабатываю, свой авторитет руководителя, я думаю, трудно подорвать. Спасибо. И мне кажется, у нас точно еще есть время еще на один вопрос. Он не совсем, мне кажется, про твой доклад, но у людей прямо чувствуется, что есть боли, и они хотят как бы со старшими товарищами посоветоваться. Вот вопрос из такого рода. Как работать с руководителем, человеку не являющимся руководителем, если твой руководитель выгоревший чел? Тоже чувствуется, что вот как бы у кого-то, да, у кого-то... Ну, это очень хороший вопрос. Я, естественно, начну рассуждать, раз такой вопрос. Надо понимать, что в зоне вашего влияния. Да, то есть повлиять, изменить другого человека иногда очень резко, ну, редко, возможно, особенно если вы там внизу. Ну, наверное, порекомендовать, если у вас хорошая там качественная коммуникация, наверное, вы можете там руководителю как-то намекнуть, что он подвыгорел. Но я, честно, ну, до конца не уверена, что это реализуемо, потому что это не в зоне вашего влияния, вашего контроля. Ну, то есть если горизонтально, наверное, да. Сверху бы сказали, наверное, тоже человек прислушался. Если действительно какое-то просто хорошее отношение, тогда вы можете это подсветить. Но человек должен сам в этом понять, признать, и тогда он что-то с этим сделает. Хороший вопрос. Вообще интересно, что очень многие твои ответы сводятся, мне кажется, к такому, что как бы важно растить доверие внутри команды, и тогда просто фидбэка, на который можно опереться, будет намного больше, и это позволит самого себя хорошо оценивать. Да, и растите на базе этого свою команду делать сильнее, выше. В общем, то, что нужно и вам, и бизнесу, и самим членам команды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!